Всем доброго дня! Сегодня я буду готовить тыквенный манник. На нашем канале уже есть манники, но они немножко другие. Я буду готовить манник на основе тыквы. Для приготовления этого блюда потребуется 2 стакана тертой тыквы на мелкой терке, 1,5 стакана манной крупы, 1,5 чайной ложечки разрыхлителя, 1 стакан кефира или кислого молока, 1,5 стакана сахара. Это у нас будет корж. Для заливки коржа мы приготовим сироп. Для этого нам нужно будет 1,5 стакана воды, 1 стакан сахара и сок лимона. Цедру лимона я потру и она пойдет в пирог. Итак, приступим к натиранию тыквы и приготовлению теста пирога. Для начала я включу духовку, чтобы она разогревалась. Тыкву я натерла на мелкой терке и сюда же вот цедру одного лимона. Сюда добавляем манку. Все ингредиенты для теста добавляем в тыкву. Полторы ложки разрыхлителя, пол стакана сахара и стакан кефира. Все это мы тщательно перемешиваем. Я сказала или нет, что тыквы нужно 2 стакана, натертой тыквы на мелкой терке 2 стакана. Всю эту массу хорошо перемешиваем. Перемешиваем быстро для того, чтобы манка не успела набухнуть и сразу ставим выпекать. Потому что пирог потом может быть плотным и как резиновый, если манка разбухнет. Вот такая получилась масса. Довольно красивая, потому что тыква попалась такая оранжевая. Теперь эту массу я выкладываю в форму, смазанную растительным маслом и отправляю в духовку примерно 30-35 минут. Будем смотреть, как это будет пропекаться. Продолжаем выкладывать тесто в форму. Теперь эту красоту я отправляю в духовку для выпекания. Пока выпекается манник, я займусь приготовлением сиропа. Для этого смешиваем сахар, воду, лимонный сок и все это мы проварим 3 минуты. Ставим на огонь и варим сироп. Ну вот, сироп закипел, я убавлю огонь и засекаю время. 3 минуты проварю, отключу и отставлю остывать. Пирог простоял в духовке 45 минут. Я пробую его палочкой. Ну вот палочка сухая, пирог пропекся. Достаю его из духовки. Горячий пирог, не вынимая с формы, я заливаю остывшим сиропом. Сироп должен полностью впитаться в пирог. Я вместе с вами готовлю этот пирог впервые. Ну, я уверена, что он будет необыкновенно вкусным. Пирог пропитается этим сиропом, таком с лимонным вкусом. Очень вкусный сироп получился. И пирог будет нежный, воздушный. Ну, теперь отставляем пирог и ждем, когда весь сироп пропитается в тесто, в коржик. Еще можно посыпать вверх кокосовой стружкой или какими-либо другими кондитерскими посыпками. И мне не очень нравится кокос, поэтому я этого делать не буду. И вот оставляем пирог и пока он не остынет. Далее буду. Вот хочу показать вам, ну как это выглядит. Вот видите, сироп, оно прям видно, что пирог получилось, плавает в этом сиропе. Ну, надеюсь, что он весь впитается в манник и будет очень вкусно. Ну, на вид это аппетитно выглядит, такой оранжевый цвет. И очень пахнет вкусно, сироп пахнет лимончиком. Ну, ждем. Тыквенный манник остыл у меня в форме, но, как обещали, весь сироп не впитался в манник. Но, все равно такой красивый получился. Немножко цвет искажает. Он очень такого оранжевого, ярко-оранжевого цвета. Сейчас я его нарежу и покажу, как он выглядит внутри. Ну, вот смотрите, вот так вот он выглядит внутри. Вот, если я придавливаю, видно, что он немножко пропитался. Но, не совсем почему-то он у меня пропитался. Но, все равно, очень ароматный, вкусный. Вот так вот покажу в разрезе. Ну, спасибо, что просмотрели. Всего доброго. До новых встреч на нашем канале. Субтитры сделал DimaTorzok